Новости за 14 марта, но я в общем даже на 4 дня прервался, просто нет серьезных новостей. Переделывать канал новостной я в общем-то не хочу, канал образовательный, просто раз события идут, я вот начал кое-какие новости тут вести. Посещаемость новостей высокая, но в общем меня это как-то не интересует, денег я с этого не имею. На большую посещаемость набегает штук 20 идиотов, начинает рассказывать свои идиотские какие-то представления о мире, приходится что-то разбираться, половину там банить за хамство. То есть у меня собственно эти новости как-то это, я это делаю, то есть мне это не так уж и приятно, тем более всякие ужасы. Я это делаю не для себя в данном случае, а просто, ну как для себя, я хочу очистить свою совесть, что я был против этого и соответственно и комментировал. Ну вот первая новость всем известная, заблокирован фейсбук, заблокирован инстаграм, тикток сам ушел и так далее, и грозятся и все остальные сети заблокировать. Почему-то они ютуб еще не блокируют, хотя ютуб делает все то же самое, он, ютуб блокирует российские каналы, то же самое, что фейсбук. Почему-то на ютуб их гнев не распространяется, потому что на ютубе довольно сильная пропаганда российская работает, видимо денег много вложено, поэтому скорее всего ютуб не закроют в России, а вот фейсбук перекрыли. Ну и вот, как различные правоведы российские заявляют, обходить блокировку можно. Это и ранее, кстати, постоянно говорили, и относительно рутрекера, кстати, они, похоже, рутрекер разблокировали, в ленте.ру писали, я не знаю, можно проверить. Ну так вот, значит, как тут у нас поясняет правовед, российский экстремизмом являются действия, а не мысли. То есть, если люди просто читают фейсбук, который объявлен экстремистской социальной сетью, то это не наказание. Кроме того, если вас на этом будут ловить, вы можете заявлять, что вы просто читали новости, да, вы просто хотели понять, как там пропаганда Запада и так далее устроена. То есть, читать можно, и при этом можно использовать официально у нас VPN. Использование VPN и других всяких способов обхода блокировки не наказуется в Российской Федерации. Поэтому гуглите VPN, спрашивайте у своих знакомых, которые пользуются фейсбуком, где VPN. Я устроил себе пару дискуссий, кстати, на блоге на своем. У меня на фейсбуке блог 5000 читателей довольно такой, с бурными обсуждениями. И там выложили люди штук 10 VPN всяких и обсуждали все эти темы довольно подробно. К сожалению, они почему-то работают по-разному. У меня вот в моей системе некоторые работают отлично. Некоторые вот люди говорят, у меня все хорошо, на нем сижу много лет, а у меня вообще нихера не пашет. То есть, к сожалению, они индивидуальны. То есть, вот некоторые под мою систему работают, некоторые нет. А некоторые работают так, что вот только имитируют, но на самом деле нихрена не работает. В чем причина, тут, видимо, должен человек, системщик, да, я пишу в основном базы данных, компьютерные игры. Я, к сожалению, не системный программист. В чем причина, я не понимаю, вынужден ситуацию решать перебором, но кое-какие я подобрал. VPN-ки пока у меня все доступно, не знаю, что там будет в будущем, естественно. Ну, предполагается, что они будут VPN-ки перекрывать. Кое-какие они уже перекрывали, по каким-нибудь причинам выдуманным, хотя они официально не запрещены. Ну, и вот, видимо, так же все это продолжится. А если война затянется, и режим не рухнет в ближайшие пару месяцев, о чем, кстати, Фукуяма, японец Фукуяма выступил, сказал, что, по всей видимости, скоро рухнет. Ну, вот он философ, я тоже, как бы, больше-то лингвист, мне тоже вот так кажется, что скоро рухнет. Ну, вот мы гуманитарии, у нас какие-то вот свои построения, как бы нам кажется, что по всей логике должно вот сейчас это все прекратиться, потому что это безумие. А оно может еще и пять лет не прекратиться, кто его, блин, знает. По поводу Китая, тут вот набегавшие на эти новостные обзоры, иногда говорили, что, возможно, через Китай будет окно, то есть, как бы Европа с США будут санкции против России, а через Китай все равно будет ВОЗ. Но вот Китай пытается это делать, на самом деле ему выгодно, и уже ПСАКИ на него накатило, что США примет меры против Китая, если они будут использовать вот свой нейтралитет для обхода России санкций. Надо сказать, что китайская экономика сильно зависит от США, там очень много смешанных предприятий, и надавить, в принципе, они могут. США несет сейчас убытки, и Европа накладывает эти санкции, поэтому они, они же буржуи, они не забудут, что они убытки несли, деньги вкладывали, а китайцы, значит, их на этом наживались. Поэтому они с китайцами, я думаю, если им надо будет, то разберутся. Беларусь, всю эту четыре дня все бурно обсуждается, будет Беларусь участвовать или нет. Предполагается, что Беларусь может ударить со стороны Полесья, в украинских источниках обсуждали, поэтому там тоже укрепляется территория, планируется там фронт, там боевых действий практически не ведется, они под Киевом, а на Западной Украине нет. Но там боятся, что будет наступление Беларуси. Ну и также в украинских СМИ постоянно информация о том, что белорусские военные отказываются участвовать. А в российских, это вот лента.ру, российские заявляют, что они теперь Беларусь на финансирование поставят. Как и Крым, как и Северный Кавказ, еще, значит, мало нам санкций, мало нам, что импортные товары будут в 2-3 раза дороже. Еще будем Беларусь кормить, которая тоже под теми же самыми санкциями. Ну, надо сказать, что пищевые, кстати, товары хорошие в Беларуси. Я живу на Черноземье, откуда идет завоз в Беларуси активных всяких пищевых товаров. Так что, может быть, вот за счет этого даже частично спасут, или надеются спасти безопасность продовольственную. Потому что Беларусь, Черноземье, это все традиционный губань, традиционные все производители еды, а, похоже, к лету будет проблема именно с едой. Особенно, если Путин мобилизацию начнет во время, в разгар посевной, отправит еще мужиков воевать, вместо того, чтобы сеять хлеб. Ну, вот фронт. Ну, вот эта карта, наконец-то, значит, нормальная. То, что ватники закрашивают там красным все, что могут, эта карта нейтральная. Насколько я понимаю, она американская. Вот она отражает то, что происходит. Ну, а происходит то, что на фронте никаких изменений последние 4 дня. То есть, полностью остановлено российское наступление. Вот эти стрелочки, это, так сказать, мечты. Они иногда делают прорывы то в Кривой Рог, то куда-то вот пытаются в обход Николаева, но все это, как правило, ликвидируется. Вот это действительно то, что реально контролируется. Как мы видим, даже вот на Мелитопольщине огромные участки территории не контролируются Россией. Что же касается северных, я уже много раз говорил, контролируются только дороги, по которым они, значит, планируют те или иные удары. Вот тут их планы тоже нарисованы, которые не сбываются. То есть, в целом, они там остановлены, и даже вот такие центры, как Сумы и Чернигов, так и не взяты путинскими, и мешают им во всех этих коммуникациях сложных. Видимо, я, конечно, не военный специалист, но, видимо, единственный смысл этих всех северных фронтов – это осада Киева. Осада Киева продолжается, в украинских СМИ регулярно освещается, там очень много репортажей на украинском языке. Насколько я понимаю, линии фронта примерно та же, но ведутся бои на линии фронта. Что-то такое аналогичное осаде Мадрида фашистами. В 1936-1939 году мне сразу напомнило. Было много песен, я думаю, много песен скоро появится об обороне Киева. И, в общем, сейчас киевлянам тяжело, но это точно будет одна из славных страниц истории мировой цивилизации в целом, надо сказать. Давно такого не было. Вот последний раз Мадрид, так вот героически от фашистов обороняли. Все, кто только могли. Харьков не взят, Мариуполь, к сожалению, окружен. Ну и все четыре дня, пока меня не выходил в эфир, российские чуть ли не каждый день рапортуют о взятии Мариуполя, который так и не взят. Однако разрушения там огромные в городе, и по российским данным, и по украинским. Там есть гуманитарные коридоры, работы которых все время критикуются. То есть жители пытаются покинуть город, но говорят, что с трудом. То есть работу гуманитарных коридоров срывают. И обе стороны ругают друг друга. То есть украинские говорят, что российские срывают, и российские, что украинские. Но так или иначе Мариуполь не взят. Хотя активно идут в нем бои, и город разрушается. Об этом постоянно пишут обе стороны. Ну вот, пожалуй, пока и все. Я пытаюсь почетным. То есть 16-е, 18-е, 20-е. Ну и то не обещаю. То есть если я считаю, что работы много, а новостей особенных нет, то я не буду. То есть у меня нет планов преобразования. Новостной канал просто вот такой вот дополнительный, раз рядом, и даже и у нас происходят такие трагические события.